всем доброго времени суток банда и сегодня пойдет речь как вы поняли уже про воблеры попросили меня снять видео про воблеры которые работали в прошлом сезоне 23 года и я сначала не хотел его снимать потому что мой опыт именно по количеству применения незнакомых каких-то там других брендов не испытанных воблеров был не очень большой да и часов налетов именно по рыбалке у меня тоже было не особо много потому что приходилось как бы работать больше чем рыбачить но все-таки кое-какие-то наработки я сделал кое-какие моменты есть и готов с вами поделиться и сначала начну такого воблера который меня разочаровал я конечно не любитель фирмы pantone 21 ну не то что не любитель а неправильно выразился просто как бы не привык я просто повально этими воблерами ловить потому что они хоть и недорогие но стоят денег я когда как вы заметили ловлю более демократичными воблерами так китайские с алиэкспресса были свое время фирма liberty и тума тоже стоили недорого я всегда именно приверженец именно дешевых насадок считаю это расходником но тем не менее у меня в коробке обязательно есть мировые бренды как без них их нужно тоже пробовать чтобы иметь как бы свое мнение чтобы сравнивать с другими дешевыми понимаете да о чем я то есть я всегда поддерживаю практику ну и связи с исчезновением youtube и самбо сейчас они по моему даже с алиэкспресс исчезли этот именно оригинал видите шарики тут и тут вот такие тоже маленькие есть там просвечиваются но не в этом суть искал какую-то замену мысль в чем что небольшая форма примерно заглубление и его вес 11 с половиной грамм главное его вот за счет этих вот шариков которые катаются его феноменальный вылет ну и конечно он супер уловистый смотрел смотрел я и вот нашел такого вот короче то баттал вот это соответственно у нас pontoon 21 вот так вот он выглядит он тоже примерно такой же длины как мы видим да ну правда системы дальнего заброса нету но у него есть 11 грамм веса хорошая гидро динамическая аэродинамическая форма то есть что дает ему конечно вылет глубина погружения тоже от 0 8 до 1 и 2 хотя у самбо 1 но неважно то есть в тех же самых параметрах вот что хочу сказать юзов я его достаточно долго и упорно видите даже тройниками успела тут протереться вся краска даже сверху тут все покоцалась протерлась ну короче одним словом я рыбачу вылет классный и вроде работа там классные струю держит не валится not да и клевала на него но наверное можно сказать поклевывала то есть и мой любимый сексуальный цвет как я люблю красными глазами ничто не предвещало такого не особого не особо мощного результата а так воблер хороший может быть у кого-то в ваших руках это получится работать с ним лучше чем у меня вылет хороший игра хорошая течку держит цвета хорошие все хорошо но вот по результату получилось не очень когда другие вобблера в одном и том же место кидаешь просто работают а на этот ну просто такой вот какой-то то ли из-за его там в этой дутости то ли размера при том что это был октябрь месяц вот что удивительно начало октября это уже активация ажора у всех на всех горных речках да вот даже при такой как бы активности когда все там шпилило во все щели да если можно так выразиться ну вот как-то вот не особо но не знаю летит хорошо и может быть я еще раз дам ему шанс еще половлю им потому что это попытка не одного дня то есть то есть понимаете да я в течение там недели пробовал его там оживить еще одно небольшое ну понятно об этом я уже знал в каком-то видео я уже показывал еще раз акцентировался это у нас чеки вот это у нас чайфер это полная подделка на youtube а чип вот они полностью один в один даже вес и глубина работы все на все скопировано все скопировано четко у меня их было три штуки некоторые я даже вот видите регулировал балансировал под нужные себе параметры те два я потерял при зацепах этим я уже тоже не особо встал ловить потому что как и раньше я вам говорил и ребята у меня уже тоже пробовали со мной сидели в одной лодке это уже давно не знаю все очень похоже все тоже очень классно работает тоже очень очень плохо в отличие от оригинала ну с виду все в один я так на него ставил такие ставки думал что нифига себе нашел замену моему любимому и тума чипу оказалось не угадал третье мое разочарование в моем прошлом сезоне двадцать третьего года это вот такой вот юзюри с пашечка вот как он называется уже не помню но у какой-то вот ой как он не нравился такой вот цвет как я люблю зеркальному с таким оранжевым пузиком вот прям вообще четенько все его отмерю 7 грамм от 0 1 до 0 8 все его там посмотрел медленно тонущий ну ну прям вообще прям вообще просто вот просто бомбял блин у меня их было 21 потерял вторым сколько не ловил нифига даже вот скажу когда вот ты видишь рыбу вот они стоят вот им прям под нос кидаешь и твичинку нормально все играет ну вот вот хватая прям вижу как его перед мордами десятка флинков провожу все не жут только кидаешь какой-то другой воблер жрут его не в итоге это вообще провал я на него не смог поймать ни одного линка тоже там мы в самый сенокос когда на все клевал отлично рыбалка была замечательная с ним не повезло может быть действительно у кого-то будет этот воблер играть лучше может быть на другие виды рыбы он там однозначно будет заходить кто-то им рыбачил если у кого-то есть опыт его применения пожалуйста отзовитесь напишите неудача на тоже все поисках подобных параметров поисках и туму самбо этот сиоки свинг плавающий 50 вес тоже у него 8 грамм глубина до 1 и 8 видите тут все подписываю на тут все как в аптечке короче у дяди саши на лопатках все написано тоже бы как бы все неплохо какие-то там шарики вылет игра но что-то как-то тоже не особо не особо у нас осталось ну а теперь наверно бы хотелось бы рассказать про мои фавориты прошлого сезона двадцать третьего года скажу так я любитель рыбачить относительно разными воблерами и допустим что ловилась на прошлый год и они значит что я пять лет буду ловить этими двумя тремя воблерами не вынимая понимая что они ловят то есть все кто ловят воблеры я уже в них убедился разловил мне ими ловить неинтересно их откладываю в долгий ящик и начинаю пробовать что-то другое испытывать более разных интересных условиях однозначно меня порадовала лаки крафт клетч вот sr 270 ms american shit это просто было какое-то бомбил он в прошлом году пользовался спросом на горных реках везде на каких я был при любых раскладах он просто дарил радость это просто классный воблер четенький каком-то видео на него ловил пробовал говорил что он ловит но тут мне пришлось очень долго им поработать вот его вес 6 5 грамма глубина до 0 6 метров погружения на думаю машей больше при определенных условиях хороший вылет хорошая игра не знаю что в нем особенного крым для крымка обычный но линки просто аж на перегонки гонялись просто в очередь у меня вот был именно вот такого раскраса какому я показываю утопил него и после этого я на рынке сгреб там все какие мог ну подобные ну конечно подешевле браво их от 600 до 900 рублей у кого-то были по 600 с копейками кто-то были за 900 но в основном за них просят больше тысячи замечательный воблер все понравилось бомбил на втором месте но может сказать можно за ну не то чтобы 2 я даже не хочу распределять кто на каком месте конечно это тоже лаки крафт этот воблер у меня не но это магнум как вы видите мр очень такой харизма харизматичный кранг он недавненько нравился им тоже ловил в этот раз я просто тоже его пробовал он не изменил своим традициям отлично ловит задерживаться на нем не буду а вот тут pontoon 21 это у нас крик джек 58 спср именно в такой конфигурации в таком конфиге как и написано именно в таком окрасе я его потерял отлетела лопатка но работал летел хороший вес 5 грамм для такого размера глубина до 1 метра то что надо усредненно универсальная отличный вылет хорошая игра хорошо работает на твичинге линки тоже за ним вставали в очередь не особо ловил когда-то в своей жизни понтоном остались метод учу кое-какие нюансы из сью оки видите добрался дядя саша и тот сиоковских воблеров и кое-какие тоже проработал видим что у них есть вот такая серия chief такую же серии и крымки 40 это у нас strike про один в один один в один все это жакал ss10 или черри я уже не помню вот что-то из этой серии все подделка ловит и те ловит и те но надо отметить жакал оригинал не сами не пошел я уже в своих видео рассказывал потому что тяжело было вот именно настроить эту балансировку ушка он все на стечке заваливался либо на тот бук либо на этот и буквально чуточку . подогнешь он опять переваливаться здесь а более-менее все отрегулировалось более менее работает я имею ввиду по игре ну и рыбку тоже полавливать не скажу что прям какое-то бомбяо да но такое там троечка с плюсом есть работают если кого устраивать цена это у нас chief sr-40f можете брать что еще скажу видно что вот тут у их него чифа окраска вот я взял легендарно это у нас и тума deepspire тигровая краска это конечно бомбяо ну и сам вот этот deepspire системой дальнего заброса какие у него крючки оригинал остался новенький у меня да как жалко что нет и тума обалденный воблер так ну еще что хочу сказать осталось это у меня парочка агентиков агентиков да тоже вот особенно в таком от расцветки вот видите вот такая расцветка агентик вот они разные есть вот у меня 36 медленно тонущий 40 плавающий мы видим вот медленно тонущий зашел но еще что замечено было тоже отлетают у этих воблеров утюков ских у этих кранков лопатки вот такой вот у меня обзорчик по воблерам сейчас покажу вам воблеры которые я утюки новинки ну не знает для меня новинки может они уже там сто лет выпускались но я только вот недавно добрался до этой фирмы чтобы их прописать прикупил новиночки сейчас посмотрим какие я буду тестить в этом сезоне также в этом сезоне мне предстоит тысяч вот такой отвода него прислал стас комсомольска любезно со мной поделился у нас не теплое отношение мы обмениваемся иногда друг с другом какими-то вот такими интересными штучками обязательно его попробую видите и система дальнего заброса ходит у него вот выглядит тоже интересно говорит что четко работает стоит я смотрю недорого что-то 160 рублей обязательно надо пробовать что имеем муть елки на этот сезон я буду рыбачить это я взял два вот таких вот мачо 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 видите один более мелкий другой более глубокий вот характеристики не имеет смысла называть потому что я вот ну не знаю как это все будет работать когда уже попробую тогда и все вам скажу вот заинтересовал меня вот такая вот история видите все конечно понимает это типа стика хотя они пишут его глубину до 0 6 метров ну то есть от 0 6 вернее до 1 и 2 метра ну вот не знаю мне вот просто интересно стало из этих вот параметров как его до 1 и 2 метров смогу натечки на горной реке заглубить ну вот интересно просто конечно никак но надо попробовать так что еще что еще вот такой вот малыш приглянулся из-за того что у него есть вот такая вот интересная система дальнего заброса виде цилиндра ну и воблер конечно вы видите что-то напоминает наверное риджа да и система такая же дальнего заброса как и в ридже весело 42 грамма глубина до 0 6 попробуем вроде выглядит интересно будем смотреть с пашка воду ники давно проверял заинтересовал меня вот еще такой малыш аскет хорошая глубина загрубления у него до 0 8 3 3 грамма хороший цвет сексуальный как я люблю понравился тоже вот такой дроп вот тоже глубина интересно вес интересный вес у него 63 грамма глубина до 0 5 хорошо выглядит пузатенький может быть пойдет ну и конечно уж очень мне понравились вот эти прям мне вот ну понравились на внешний вид особенно вот такой вот малышка называется фури вот вес у него 39 грамма глубина до 0 8 и вот такая вот трапециевидная лопатка офигенный цвет офигенная форма что-то мне подсказывает что если он будет держать течку и будет лететь то вот этот будет бомби ау еще вот такой вот мы взяли это хакер вот хакер тоже у него глубина до 0 8 весь 34 тоже очень отличный цвет очень интересная форма тоже очень нравится тоже может быть бомби ау вот такие вот дела банда ну что на этом я заканчиваю он такой вот короче пробег про воблера кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями банда до свидания до новых встреч